Как прям лысина. Ветеринар поставила юми диагноз саркоптос. Это может передаться и другим собакам. Пятно начнет расти, распространяться. Постоянно здесь вот дерет эту шерсть. Я человек все-таки, и у меня есть чувства, и может только все ухудшиться. Привет, я Энни Мэджик. И да, ребят, я знаю, долговато не было роликов на всех каналах, потому что я писала и в своем инстаграме, и в инстаграме питомцев о том, что я заболела. Как видите, до сих пор вот гнусавлю, но более-менее выздоровела. Спасибо вам большое всем за поддержку. Но в то время как заболела я, к сожалению, в нашей волшебной семье заболел еще кое-кто. Это моя собака, Покемон Юмичу наш веселый. И сегодня я расскажу, что случилось, покажу самое главное. Так что не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, чтобы никогда не пропускать самые новые ролики о нашей жизни с питомцами. И давайте начинать наше не самое веселое видео. В общем, это один, наверное, из минусов, когда ты имеешь очень много разных питомцев, то, что все они могут в любой момент заболеть, и с ними может что-то случиться. К сожалению, это правда жизни, и от этого никуда не деться. Конечно, когда у тебя один, питомец два, это не так часто случается, как если у тебя много животных, особенно, как у меня, 4 собаки, кошка, хомяка и другие питомцы. И поэтому возможности того, что кто-то заболеет, гораздо больше и шансы выше. Тем более, когда питомцы и животные живут в большом количестве, они в том числе могут и друг друга заражать, что очень небезопасно. И я сильно беспокоюсь, как бы ни случилось чего с остальными, потому что та болезнь, которая сейчас поразила Юми, она довольно распространенная у животных, и этим могут заболеть и другие мои собаки. В общем, все началось с того, что у Юми появилось пятнышко на боку, такое, как залысинка, чуть-чуть шерсти не было, и она начала там почесывать. Я это заметила, конечно же, и шерсть начала в этом месте сильно выпадать, так что прямо вот такая вот лысина. Юмичу, иди сюда. Юми, иди сюда, мой покемон. Кстати, ребят, напишите внизу в комментариях, какие у вас есть животные и болели ли они когда-нибудь. И да, я планировала снимать неделю влогов. Если вы хотите еще ближе окунуться вместе с нами в нашу жизнь, то ставьте лайк этому ролику, я обязательно соберусь. А теперь расскажем про то, чем ты у нас заразилась, покемон. Вот эта лысинка, я сейчас вам поближе покажу, как это выглядит, потому что это очень важно. Ну, и как я всегда учу вас, и советую всем, ни в коем случае не заниматься самолечением, ни рыскать по интернету какую-то информацию, а сразу же, если есть такая возможность, вызывать ветеринара, ехать к ветеринару в клинику куда-то. Ну, у нас есть знакомая ветеринар, к которой я всегда обращаюсь в таких случаях. И вот что она сказала. Это, ребята, подкожный клещ. Очень жуткая, противная штука. Вот как выглядит эта... Юмичу, дай покажу. Покемон. Вот идет обычная красивая Юмина шерстка, и тут вдруг вот такая вот лысина на ляшке, на гея. Не знаю, как это назвать. Это выглядит именно вот так, как прям лысина. И на самой коже у нее как бы такая перхоть, шелушится именно кожа. Немножко есть легкое покраснение. Вот такая вот лысина, но она явно заметная Юми. Короче, ее невозможно, ребят, не увидеть, не заметить. Это пятно, это явно прям вот такая вот залысинка. Здесь вот выпадает шерсть просто. Это выглядит жутко страшно, заразно и вообще очень опасно. В общем, все эти подкожные и кожные заболевания, они абсолютно разные. Их огромное количество, очень популярное. Это наверняка вам знакомо название Демодекоз. У Юми это другой клещ. Ветеринар поставила Юми диагноз Саркаптоз. Страшное название и ужасно жуткая штука, ребят. Лучше бы я не читала ничего об этом в интернете и не смотрела эти картинки. Я не буду вдаваться в подробности и не буду вас за себя пугать еще больше. Самое главное, конечно же, мое беспокойство в том, что это может передаться и другим собакам. Я все начала расспрашивать у ветеринара про это, откуда она могла заразиться и вообще, как такое может быть. Потому что Юмичу очень домашняя собака, она нигде не ползает. Ну, в общем, это очень странно. Но тут существует очень много разных версий, теорий. Все это перемешивается, смешивается и нельзя ничего прям конкретного сказать. Во-первых, да, действительно, у остальных это тоже может быть. Например, есть такая теория, что это заболевание есть у всех животных и при спадении иммунитета, истечении определенных обстоятельств каких-то в жизни, оно может вылезти. Как бы проявиться? Есть и другая теория, что этим заболеванием можно заразиться. Но та же Юмичу, она ни от кого просто-напросто не могла заразиться, потому что что ты лижешься? Никто у нас этим не болеет, никто к нам в гости не приходил, каких-то других собак мы не видели, но это можно подцепить в том числе и на улице, гуляя. Это вы можете принести какую-нибудь заразу в дом на грязной обуви. То есть никакой конкретики в этом всем по сути нет. И если только не сдавать специально под микроскопом, там не разглядывать, что это за клещ, то даже сам ветеринар сказал, что по сути в принципе лечение у всех подобных кожных болезней, оно одинаковое. И лечение у нас это 5 дней уколов. В холку мы будем делать. Уколы, кстати, это уколы для повышения иммунитета, витамины специальные. В холку гораздо проще, конечно же, делать уколы собакам и кошкам, но я сразу всех предупреждаю, если вы в себе не уверены, не делайте этого сами, а лучше вызывайте врача, ветеринара, ездите на уколы, если вы не умеете их делать. Это должен делать именно профессионал, человек с большим опытом. Точно так же нам нужно смазывать вот это вот пятнышко специальным средством. И вот, пожалуйста, ситуация у меня. Собаки все и кошки, они все обработаны от всяких различных паразитов, каплями на холку, препаратами какими-то. И я знаю, что люди, которые обрабатывают своих животных, все равно сталкиваются с тем, что животные чем-нибудь заболевают или цепляют на улице. Не подкожного, не кожного, а вот такого клеща, который может переносить переплазмоз, опаснейшее заболевание, от которого могут умереть собаки и кошки. Действительно, мы не застрахованы ни от чего. И даже в случае, если вроде как все собаки живут в прекрасных условиях, все животные, они обрабатываются, за ними идет постоянный уход, любой может заболеть. Я очень надеюсь, что это не ухудшится ситуация, потому что ветеринар сказала, что может произойти такое, что пятно начнет расти, распространяться, либо оно здесь уйдет и вылезет в другом каком-нибудь месте. Поведение Юмина, оно было абсолютно нормальным. То есть она играет, она кушает, она бегает, прыгает, носится. Единственное, что мешает ей жить, это это пятно, которое чешется, она его постоянно расчесывает, постоянно здесь вот дерет эту шерсть, чешет, понятное дело, что оно, скорее всего, зудит. В общем, мы первый раз столкнулись с такой проблемой в нашей жизни. Я никогда, у меня никогда никто из собак подобным ничем не болел. То есть мы все не застрахованы, особенно те, у кого много животных, как у меня. Вы наверняка сталкивались с какими-нибудь проблемами и со здоровьем, поэтому, ребят, обязательно следите за своими питомцами. Обращайте внимание на их состояние, на их внешний вид, на их поведение. Обрабатывайте вовремя. Но вы меня хорошо знаете, что я человек, который не начинает нервничать лишний раз, передавая этот стресс своим животным, а наоборот, берет себя в руки и ищет выход из положения и решение проблемы. Юмичу засыпает прям на руках. На канале говорящих питомцев Magic Pets вышел ролик «Каждый котик такой». Он совсем не похож на то, что мы делали до этого, поэтому обязательно посмотрите его, поднимите себе настроение. Ссылочки на новые видео будут там в описании, потому что и на моем канале тоже очень веселый и годный ролик. Очередной выпуск «Смешилки-страшилки». Потому что я верю, что при любых жизненных обстоятельствах, как бы тяжело вам не было, унывать нельзя. Но при этом всем я человек все-таки, и у меня есть чувства, и я, конечно, очень переживаю и беспокоюсь за Юми и за всех остальных. Кстати, я тут вспомнила, что мне не раз писали мои зрители и присылали фотографии вот таких же подобных ситуаций, спрашивали, что делать. Ребят, обязательно, очень важно это именно лечить, не запускать, потому что любая болезнь, она имеет продолжение и может только все ухудшиться. Поэтому обращайтесь к ветеринару, ищите способы вылечить свое животное. И спасибо большое заранее. Я уже знаю, что вы будете все поддерживать. Я, конечно же, буду держать вас в курсе по поводу этого пятна, по поводу состояния Юмичу в Инстаграме и на канале. В общем, увидимся скоро в новых роликах. Надеюсь, мы будем более здоровы. Все, переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах. И пока!